Доброй среды, друзья! Недоброй среды вам не, дорогие! Помните, когда Макрон приезжал в Москву, все обстегывали этот 10-метровый стол во время их беседы? Только что сейчас вот увидел и украл в телеге пол номер три, перевод интервью бразильского президента. Он встречался и с Путиным, и с Зеленским. Не буду палить ваше время, лучше это услышать из уст президента. Только одна деталь меня как интервьюера приколола, что, по-моему, собеседник бразильского президента там дует потихонечку. Но песня совсем не о том. Насладитесь! Я разговаривал с Путиным на расстоянии, как мы сейчас с тобой, без маски, что сильно отличается, например, от его встречи с Макроном с дистанции в 10 метров. Мы много что обсуждали с Путиным, в том числе удобрения, что я считаю является основой нашего сельского хозяйства. А пару недель назад мне звонил Зеленский. Он звонил с претензиями? Нет, но он попросил меня присоединиться к группе, которая принимает экономические санкции. Но мы же увеличили торговлю с Россией в два раза. Да, потому что это имеет важное значение для Бразилии. Я сказал Зеленскому, что если бы у меня были возможности закончить войну, то ровно так же у меня были бы возможности эту войну не начинать. Так что я поехал к Путину перед началом военных действий. Никто не знал, что я поеду. Мы организовали звонок, и я решил, что поеду. И все, о чем мы договорились с Путином, было выполнено. Кто-то говорит, что это все из-за агробизнеса. Но я считаю, что это в первую очередь локомотив нашей экономики. И это в том числе отражается на стоимости еды, которую мы потребляем. Я не хочу войны. У нас проживают более 600 тысяч украинских семей. И я понимаю, что происходит. Но я говорю и делаю только то, за что могу ответить. Остальное я не могу комментировать. Продолжение следует...